Дорогие друзья, и вновь с вами канал популярная микробиология. Если вам нравится наш канал, ставьте лайки и слушайте наши темы. Генетика микроорганизмов – это важнейший раздел микробиологии. Основоположником учения о наследственности и изменчивости является Чарльз Дарвен. В своих работах 1859 года он доказал, что все существующие виды растений и животных произошли из одного или нескольких видов живых организмов. Таким образом, проблемы генетики тесно переплетаются с вопросами происхождения жизни на Земле. Основные законы генетики были развиты и изучены такими учеными, как Дефрис, Морган, Мендель, Мюллер, Вавилов, Кольцов. В нашей стране генетика сильно отставала, так как долгое время под давлением авторитетов сталинского периода Лысенко ее считали буржуазной лженаукой. По этой причине все последние открытия в области генетики были сделаны зарубежными учеными. В 1944 году было проведено важнейшее исследование в области генетики. Это была работа Эвери, Мак-Леода и Мак-Катри, установившая, что материальная основа наследственности – это дезоксирибонуклеиновая кислота. В 1953 году была доказана двухничатая структура ДНК. Таким образом, генетика микробов изучает строение генетического аппарата микробов, механизмов передачи генетической информации в микробном мире и разрабатывает современные методы диагностики инфекционных заболеваний. В генах записана генетическая информация относительно всех признаков, присущих бактериальной клетке. Генетический материал подразделяется на структурный ген, который обуславливает синтез определенного белка, белка фермента и белка антитела. Ген-регулятор, который обуславливает синтез белковой молекулы. И ген-оператор – это посредник между геном-регулятором и группой структурных генов. Гены у микроорганизмов организованы в хромосому. Генетический аппарат бактерий – это бактериальная хромосома циркулярной формы, то есть замкнутая в кольцо, и она содержит дискретно расположенные венки. Циркулярная форма бактериальной хромосомы была установлена при помощи ауторадиографии и подтверждена в опытах по генетической рекомбинации. Наследственность – это способность организма сохранять определенные признаки и свойства на протяжении многих поколений, то есть воспроизведения себе подобных. Изменчивость – это способность организма приобретать новые признаки под влиянием различных факторов. Изменчивость – это различие свойствам между особами одного вида. Очень важны вне хромосомные факторы наследственности. Они жизненно необходимы для бактериальной клетки и придают бактериям определенные свойства, например, резистентность к антибиотикам. Из вне хромосомных факторов важнейшими являются плазмиды, транспазмоны и ИС-последовательности. Плазмиды не связаны с хромосомой и способны к самостоятельной репликации. Плазмиды существуют в виде двухцепочечных кольцевидных молекул ДНК. Описано более 30 видов плазмид. Они чрезвычайно малы, размеры их измеряются в мегадальтонах. Наиболее изученными являются F-плазмида – половой фактор. К F-плазмиде мы с вами вернемся, когда будем рассматривать конъюгацию. Гены занимают около 90% всей молекулы ДНК. У человека на гены приходится не более 5% нуклеотидных последовательностей. Ген – это материальная основа наследственной информации. Аллельной парой генов называются два гена, которые расположены в гомологичных хромосомах, то есть в парных хромосомах. Они одинаковы по форме, по размерам и по набору генов. Возвращаясь к плазмидам, хочу сказать, что очень важны R-плазмиды. R-плазмиды отвечают за множественную лекарственную устойчивость. Они определяют устойчивость к антибиотикам и передаются путем конъюгации и путем трансдукции. У кишечной палочки важны колицины. Они контролируют продукцию бактериоцинов, антибиотических веществ, вызывающих гибель бактерий того же вида. У холерного вибриона это вибриоцины. Плазмиды это инструменты молекулярной биологии. Именно плазмидную ДНК можно соединить ин витро с фрагментами чужеродной ДНК. Таким образом, генетический материал бактерий это одна кольцевая хромосома, вне хромосомные молекулы и плазмиды, о которых мы с вами и продолжаем речь. Генетический аппарат вирусов также в настоящее время изучен. Число генов у вирусов значительно варьирует от трех от просто устроенных вирусов, которые состоят только из нуклеиновой кислоты и коксида. А у сложно устроенных вирусов количество генов составляет 150. Напомню, что сложно устроенные вирусы помимо молекулы нуклеиновой кислоты, помимо капсида имеют и супер капсид. Геном вирусов животных гаплоидный. Генотип – это совокупность генов, обуславливающих наследственные свойства. Не все признаки, заложенные в генотипе бактерий, проявляются при жизнедеятельности клетки. Генотип – это потенциальная возможность проявления в течение жизни клетки этого свойства. В отличие от генотипа, фенотип – это индивидуальный признак, который по наследству не передается. Наиболее удобная модель для генетических исследований – это же, конечно, бактерии. Их отличает относительная простота строения генома, позволяющая выявить мутанты с частотой 10 в минус 9 степени и ниже, наличие обособленных и интегрированных фрагментов ДНК, плазмид, транспазонов, легкость культивирования и возможность получения популяций, содержащих миллиарды микробных тел. В настоящее время мы все переживаем эпидемию коронавирусной инфекции. Коронавирус COVID-19 возник в результате мутаций. И одна из теорий, из гипотез, что в геном этого вируса внудрена генетическая информация одной из бактерий. Эта бактерия носит название «Мекоплазма лабораториум» или «Синтия». Она была использована для ликвидации нефтяного пятна в Мексиканском заливе. Синтия была выведена искусственно группой американских исследователей под руководством Смита, за что эти ученые были даже удостоены Нобелевской времени. Спасибо за просмотр. Это было первое видео по теме генетика микроорганизмов. Следующее смотрите во второй части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...